Я покажу простой, но очень мощный способ усиления 3G, 4G и даже Wi-Fi с помощью спутниковой тарелки. Мало кто знает, что спутниковая тарелка обладает просто космическим усилением. Сама ее форма словно вогнутое зеркало. Фокусирует радиоволны в плотный пучок и усиливает интернет покруче любой другой антенны. Говорю без преувеличения, даже Wi-Fi пушки. А всего-то нужно установить модем на место спутниковой головки. И направить тарелку на вышку ближайшего сотового оператора, чьими услугами пользуемся. В результате мы получаем то самое космическое усиление за счет фокусировки радиоволн. Сейчас я покажу, как грамотно это сделать. Сначала приложением NetMonitor определяем, где находится наша базовая станция. Вот мы, а вот в соседнем поселке база, которая работает. Затем находим на доме место для крепления тарелки. Такое, чтобы в нужном нам направлении было минимум препятствий, крыш и деревьев. Базовую станцию я, конечно, не увижу отсюда, так как она очень далеко. Но горизонт немного просматривается. И это уже хорошо. Затем с помощью USB удлинителя подключаем наш модем к ноутбуку. И в веб-интерфейсе смотрим уровень сигнала нашего модема. Медленно вращаем нашу тарелку вверх, вниз, влево, вправо по горизонту. И находим позицию, в которой сигнал будет максимальным. Изначально спутниковая тарелка рассчитана, чтобы ее направили вверх на спутнике. Поэтому нам пришлось с этого места крепление переставить вниз, просверлить два отверстия, чтобы ее можно было наклонить и направить на горизонт. Сигнал у нас переотражается под вот таким углом. И визуально кажется, что тарелка направлена в землю. Истинное направление, откуда войдет сигнал, указывает вот эта труба. Поворачиваем влево-вправо, пока не увидим максимальный сигнал. Как только находим нужное направление, у нас где-то это вот здесь. Тогда поворачиваем ее аккуратно вверх-вниз. И наблюдаем за уровнем сигнала. У нас где-то вот в такой позиции получается максимальный сигнал. Посмотрим, что у нас получилось. Сигнал минус 60 децибел, минус 58, минус 59. Это более чем достаточно для максимальной скорости интернета. И это несмотря на то, что я живу в низменности и прямой видимости на вышку интернета у меня нет. А расстояние составляет более 12 километров. Это очень много для 3G. Сигнал от этой спутниковой антенны даже мощнее, чем от 3G-пушки, которую я испытывал в предыдущем ролике на этом же самом месте. И тем более мощнее, чем у популярной антенны Би-квадрат. А главное, что собрать такую антенну самому очень просто. Никакой пайки, никаких сложных действий. Да и спутниковых антенн, висящих без дела, сейчас полным-полно. Потому что спутниковое телевидение сейчас активно вытесняет интернет. 22, 23, 24 мегабита. Это очень хороший результат. Похоже, технический предел 3G. А вот мой знакомый такой же тарелкой вылавливает 100 мегабит. Но у него 4G. А по утрам даже скорость превышает 100 мегабит. Представь, это круче, чем стандартное подключение по оптоволоконному кабелю. Еще один плюс, что такая антенна работает во всех необходимых для нас диапазонах. 3G, 4G и даже Wi-Fi. Установив на спутник вместо модема Wi-Fi адаптер, можно выловить с большого расстояния открытый Wi-Fi или интернет своего друга. Теперь я расскажу некоторые нюансы этого способа усиления интернета. И первое, нам потребуется USB удлинитель. Но учти, что не каждый стабильно работает с USB модемом. Например, вот этот вот работает плохо, с перебоями. А вот такой 5-метровый экранированный с ферритовыми кольцами на концах работает отлично. При желании можно изготовить USB шнур самостоятельно из медно-экранированной витой пары. Проверено, что самоделка из провода Одесса кабель стабильно работает длиной до 13 метров. Можно использовать и большую длину. Тогда возле модема параллельно цепи питания нужно подсоединить конденсатор. Или подать дополнительные 5 вольт. Кстати, можно обойтись совсем без удлинителя, если собрать для модема самодельную антенну типа Пушка или Би-Квадрат, который я делал в предыдущем ролике. И подключить ее через кабель РЖ-75 от этой же спутниковой антенны. В результате мы получим, как приятный бонус, еще и двойное усиление двух антенн, работающих в паре. Спутника и Би-Квадрата. Не забываем защитить наш модем от дождя, но сильно, плотно не заматываем, чтобы он не поржавел от конденсата. Можно добиться еще лучшего усиления, если использовать разные позиции крепления модема. Так, так и так. Я, например, использую резонатор из консервной банки, конструкцию которого подсмотрела, разобрав штатную головку от этой же антенны. Расстояние от модема до донышка банки сильно влияет на сигнал. Оптимально у меня получилось 2 сантиметра. Угол наклона влияет на скорость. Оптимально, когда модем стоит вот так. Ну что же, в заключение я скажу, что спутниковая тарелка – это однозначно одна из самых мощных антенн, которая выловит интернет даже в самой лютой глубинке. И в то же время одна из самых доступных антенн, так как собрать ее и настроить под силу каждому.